Добрый день. О важном к этому часу в студии работает Дмитрий Двойнев. Провести расследование на предмет ценового сговора при реализации жиженного газа поручил исполняющий обязанности премьер-министр Казахстана Альхан Смаилов. Сегодня на заседании правительства он дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом страны на совещании по социально-экономической ситуации в Казахстане. Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли, ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству жиженного газа в Мангистауской области. Также проработать действующие правила организации проведения торгов жиженных газом и перенести на год полный переход на реализацию жиженного газа через электронную торговую площадку. Помимо этого, Министерством индустрии инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов поручено проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложение в правительство. Министерству финансов разработать законопроект о банкротстве физических лиц. Кроме того, необходимо актуализировать все комплексные планы развития западных регионов, добавил Смаилов. До конца сегодняшнего дня принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на жиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. Министерство торговли и интеграции, совместное министерство национальной экономики, сельского хозяйства, АЗРК, акиматами регионов принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Минэкономики совместно с Министерством энергетики, индустрии, инфраструктурного развития и акиматами рассмотреть вопрос введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения. Напомним, сегодня президент провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Касамжимар Тукаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции осталось невыполненной. И изложил ряд первоочередий, мер, направленных на стабилизацию ситуации. Тукаев поручил антимонопольному органу ввести временное ценовое регулирование цен на газ на полгода. Глава государства также поручил правительству перенести на год полный переход на реализацию жиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Генпрокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции предстоит разобраться в ценовом сговоре. В завершении Касамжимар Тукаев также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации, в том числе рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы для социально уязвимых слоев населения и создать общественный фонд народу Казахстана для решения проблем детей и сферы здравоохранения. И еще в одной области объявлено чрезвычайное положение. Указом президента режим ЧП введен в Алматинской области. Ранее ограничения коснулись Алматы и Мангистаусского региона. Между тем заместитель генпрокурора страны Булат Димбаев час назад сделал специальное заявление и напомнил об ответственности за нарушения в условиях ЧП, в частности за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой грозит до двух лет лишения свободы за распространение в условиях ЧП ложной информации от трех до семи лет тюрьмы. Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или военной техники грозит лишением свободы до 12 лет. За нарушение правопорядка в условиях ЧП арест до 30 суток. Агентством по финансовому мониторингу начато досудебное расследование в отношении директора газоперерабатывающего завода в Жанаузене. Его подозревают в необоснованном повышении цен на газ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отметим, что казахский газоперерабатывающий завод обеспечивает Мангистауску область и большую часть регионов сжиженным транспортным топливом. Предприятие выпускает 14,5 тысяч тонн продукции в месяц. Ущерб от незаконных акций протеста сейчас подсчитывают в регионах. В МВД сообщают, что несмотря на предупреждения чиновников, прокуроров, некоторые казахстанцы подались на провокации и стали совершать противоправные действия. Люди перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок и покорь рядовых казахстанцев. Совершены нападения на полицейских, которые несли службу для обеспечения безопасности. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждено 37 служебных автомашин. Предпринимались попытки нападения на акиматы. В зданиях были выбиты стекла и двери. Демонстранты применяли камни, палки, перцовые баллоны и бутылки с зажигательной смесью. За нарушение общественного порядка задержаны больше 200 человек. Наша съемочная группа сейчас находится в Мангистауской области, откуда началась волна протестов. За ситуацией в Актаву продолжает следить наш коллега Артем Петров. Он с нами на связи по телефону. Артем, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в регионе? Дмитрий, приветствую. Да, мы сейчас в Актаву и здесь продолжает действовать режим ЧП. Это, в частности, подразумевает ограничение на передвижение. Но я хочу сказать, что, несмотря на это, забастовки и собрания, они продолжаются. На площади Интымак продолжают приходить люди. Сейчас тут уже больше тысячи человек и, как я говорил ранее, протестующих с каждым часом все больше. Действия митингующих, я вам хочу сказать, оценить сложно. Большинство из них просто наблюдают за происходящим. Ну, снимают на телефоны, например. Есть здесь и импровизированная трибуна, с которой периодически выступают активисты собрания. Демонстраты ведут себя спокойно. Вот буквально недавно они пропустили на площадь спецтехнику, чтобы убрать скопившийся мусор. А еще не так давно с обращением выступил Аким Мангасталовской области. Нурлан Ногаев попросил горожан разойтись по домам. При этом пообещал, что никого из участников митинга преследовать по закону не будут. Давайте послушаем его комментарии. По указу президента в Мангасталовской области введен режим ЧП. Президент сегодня провел совещание в столице. Там было поручено решить все существующие проблемы. Просим жителей не поддаваться на провокации и вернуться домой. Если вы сейчас покинете улицы, то никакого преследования в рамках законодательства не будет. Мы со своей стороны будем выполнять все поручения главы государства в кратчайшие сроки. Президент поручил не допустить провокационные действия и защищать гражданские военные объекты. Призываю всех решать проблемы сообща. Да, я еще хотел бы добавить, что несмотря на обращение Нурлана Ногаева и судя по настрою митингующих, расходиться они не хотят. В то же время, таких-то конкретных требований от собравшихся не поступает. Все в ожидании нового этапа переговоров с инициативной группой, где, собственно, активисты наверняка озвучат новые требования. Дмитрий. Большое спасибо, Артем. Напомню, на прямой связи со студией Зактау был наш корреспондент Артем Петров. Правозащитники считают необходимым и своевременным решением президента о введении двухнедельного режима ЧП в Алматы, Мангистаусской и Алматинской областях, в частности, доктор юридических наук Куат Рахимбердин. Предпринятые меры считают шагом к обеспечению безопасности рядовых казахстанцев. Большая задача перед всеми государственными органами власти решить все проблемы, которые поднимает население Республики Казахстан. Я думаю, только путем мирных переговоров можно все эти проблемы решить. Соблюдать спокойствие и решать все возникающие вопросы в рамках действующего законодательства призвал митингующих председатель территориального объединения профсоюзов Актюбинской области Алтенбек Амиргалиев. Все собрания необходимо проводить без нарушения общественного порядка, а вопросы урегулировать путем конструктивного диалога, отметил Амиргалиев. Все эти вопросы сейчас местным исполнительным органом рассматриваются и решаются. Есть даже решенные вопросы. Те другие требования, которые на сегодняшний день требуют наши митингующие, я думаю, все это имеет определенное время, чтобы его решить. Но этот вопрос на рассмотрение и уже будет решен в ближайшее время. К единству и спокойствию призывают казахстанцев, представители духовенства и деятели культуры Караганды. Все они отмечают требования участников мирных шествий услышаны, и государство принимает срочные меры. Каждый поступок мусульманина должен совершаться с умом и благими мыслями. Тогда будет хороший результат. Нужно осерегаться необдуманных действий, от которых может пострадать народ. Все наши силы должны быть направлены на объединение и улучшение жизни. Я думаю, что после мирных митингов нам нужно сохранить единство и спокойствие. Главное – не поддаваться гневу, ведь государство услышало нас и принимает меры. Теперь нужно набраться терпения и подождать результатов. Не надо поддаваться провокациям. Это все новости к этому часу. Призываем казахстанцев не поддаваться на провокации и ориентироваться только на официальные источники информации. Редактор субтитров А.Семкин